Матфея 18, 23. Спасибо, брат Ли. Ну правильно же я тебе это местописание дал, Кристина? Я думала, 23, 18, давай писать. Ясно. Говорит, дай мне, чтобы я правильно открыла, дал ей, записала. Смотрите, мы немножко просто больше сделаем акценты. Давайте еще раз прочитаем и потом разберемся. Посему царство небесное, подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 тысяч талантов. И как он не имел чем заплатить, то государь его приказал, давайте остановимся на одном моменте, 10 тысяч талантов. Знаете, вот, хотя и брат Ли прочитал это же самое место, но, знаете, мы так воспринимаем часто, как какую-то сказочную литературу, там, типа, что-нибудь из Маршака, помните? Вот какой рассеянный с улицы бассейной. Вместо шапки на ходу он одел сковороду, вместо валенок перчатки натянул себе на пятки. И это писал взрослый человек для детей. И когда в детском возрасте мне это читали, то я так и воспринимал. Ну, человек со сковородой на голове, с перчаткой на ногах. Я не воспринимал это, знаете, как подумать о том, что это там значит по характеру человека. Я просто себе вот так это и представлял, что... И мы когда читаем, вот, мы видим, что какой-то человек 10 тысяч талантов. Но если задаться вопросом, какую сумму этот человек задолжал, я вот взял некоторые выдержки, сейчас вам прочитаю. Талант с древнегреческого, единица массы и счетно-денежная единица, использовавшая в античные времена в Европе. В Передней Азии и Северной Африке, в Римской империи, талант составлял массе воды. По объему, но равен одной стандартной амфоре, то есть одному кубическому римскому футу, или 26 литра. Талант был наивысшей весовой единицей в таблице греческих мер, то есть это была самая высокая мера. Собственно, слово означало весы, затем груз. Как определенная весовая единица, талант упоминается уже у гомера, причем везде взвешиваемым предметом являлось золото. По выводам метрологов, масса таланта равнялась массе семитического шекеля, сикля, сигля, а именно тяжелого золотого вавилонского шекеля, равного 16,8 килограмм. 16,8. Если выразить эти определенные определения в современных мерах, то окажется, что тяжелый талант золота весил около 50 килограмм. Тяжелый талант серебра 67,2 килограмма. Легкие таланты весили вдвое меньше. У других восточных семитических народов обозначения таланта были приблизительно те же, так как финикийский талант серебряный равнялся 43,5 килограмма. Еврейский весил 44,8 килограмма. Персидский талант золотой весил 25,2 килограмма. Серебряный 33,5 килограмма. Торговый 30 килограмм. Итак, получается, что 10 тысяч талантов по тем меркам, это в районе веса 30 килограмм один талант, но, скорее всего, серебра, я так думаю, не буду утверждать, но я скажу, почему я так думаю, на основании другого местописания. То мы получим 300 тонн веса серебра. это то, что задолжал этот человек. 300 тонн – это в среднем, ну, такой небольшой вагон, грузоподъемный, железнодорожный, двухосевой, то есть у него два колеса, где-то в среднем он до 30 тонн. А самый такой, более, там, восьмиосевой, где-то 130 тонн. Ну, давайте возьмем такой средний, там, 100 тонн один вагон, а мы имеем 300 тонн задолженности. То есть в среднем это 3-4 вагона серебра. Сейчас вам это местописание будет открываться уже немножко по-другому, потому что мы могли себе представлять, что это, ну, типа там, ну, мешочек каких-то монеток он задолжал. 3-4 вагона серебра. Я сначала подумал, наверное, этот человек был серьезным каким-то предпринимателем, что такие займы взял. Но потом, когда ты читаешь, ты понимаешь, нет, так он же был рабом. Это был его хозяин, который решил посчитаться. Давайте пойдем дальше. То есть мы видим, какой долг. Если честно, то это какие-то нереальные цифры называются. Ну, так же, как и нереальный человек, который со сковородой и в перчатках на ногах. Но нам говорит это о том, что этот человек полностью, помимо того, что он уже являлся рабом, то есть он уже был чей-то этого хозяина, он еще умудрился получить такие долги, и это нам говорит о невозможности выплатить. Вы помните, мы попозже к этой притче подойдем, где один господин, уходя, оставил своим слугам, одному дал сколько? Пять. Второму дал три, или два? Два. Два. И третьему дал один. То есть написано, что он, уезжая, как бы все свое имение, решил дать своим рабам. Так это, представьте, это господин, который имел рабов своих. Сколько всего у него талантов серебра? Пять плюс два. И еще один. Это все его имение. У предпринимателя высокой гильдии, у которой в наличии были свои рабы. А это раб, который десять тысяч задолжал талантов. Десять тысяч. У того всего семь. И он уже рабов своих имеет. А это, то есть это несравненно вообще такие суммы, которые невозможно выплатить. И вот господин его решил сделать инвентаризацию своих рабов и призывает вот этого кадра. Я не знаю, или он где-то накосячил очень сильно, что на него столько навесили. Но его явно как бы закабалили полностью, навсегда. И как он, 25 стих, не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Я вам скажу, что по тем меркам, ну, некоторые исследователи отмеряют, что Иуда, который предавал Иисуса там за 30 серебряников, что эта цена была выше в то время, то, что на римском рынке была работорговля. что это 30 серебряников, это было выше цены даже раба. Поэтому даже при продаже этого человека, который задолжал его жены, и там детей его, и все, что он имел, не собралось бы и одного таланта, чтобы вернуть за долг. А он должен 10 тысяч. Поэтому это тоже вся затея, и это господин этот, в общем-то, он не нуждался. У него все и так имелось. Но тут мы должны улавливать суть и мысль того, что нам написано. Почему нам описана эта история, и что хотят нам донести. Говорит, продать его, его жену, детей, и все, что у него есть, и заплатить. Тогда раб тот пал, и кланяясь ему, говорил, «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Вот это слово «потерпи», оно очень судьбоносно важное в жизнях каждого из нас. «Совлянут», и вот это «долготерпение», там еще это слово переводится и как «долготерпеть». это то, что, если мы научаемся и применяем, впоследствии будет определять, как будет складываться вообще наша жизнь. Запомните это слово. «Потерпи на мне, и все тебе заплачу». Естественно, он обещает невозможное, но перед страхом того, что с ним сейчас может произойти, и сейчас будет решаться его судьба, мы часто можем обещать тоже Богу или кому-то. Но кому-то сложнее, потому что кто-то может спросить, увидев тебя снова на улице или на работе, или в церкви, типа «ты обещал?» Эйфо. А Богу мы обещаем, то как бы мы куда-то там послали в небеса обещание, и где там потом мы встретимся, не встретимся, живешь вроде, сказал и сказал, и дальше живешь. Как-то бывает некоторым, конечно, не вам, попроще обещать Богу и что-то говорить. И вот он тоже обещает своему господину, я, говорит, потерпи, я все тебе отдам. Хотя все понимают, и господин, и этот раб, что это нереально вообще сделать. Просто даже перемещение, тогда не было интернет-переводов финансовых, была только наличка. Просто даже такое количество перемещения, тонн, 300 тонн, перемещение их, они тоже были проблематичны, не говоря о том, чтобы где-то это взять. Поэтому абсурдность этих обещаний, если вы никогда не задумывались, это полный абсурд. Все понимают, что это все ведется какая-то игра, я тебе отдам. Государь, как ни странно, умилосердившись над дробом тем, отпустил его и долг простил ему. Очень важно, что он не просто отпустил его, сказал, ладно, не буду тебя продавать, иди, отрабатывай. Он простил ему, снял с него все. Вы знаете, когда мы, брат Ли об этом сегодня сказал, я сказал, что это как вступление к моей проповеди. Он сказал о том, что мы приходим к Богу, и мы ничего вообще за это не платим. Мы просто говорим, Бог, смилуйся надо мной. Почему мы его, тут в притче сказано, самое первое, с чего мы начали, 23 стих, посему Царство Небесное подобно. Когда вы видите подобное в Библии, вот это вот словосочетание, запомните его, посему Царство Небесное подобно. Вы сразу, полностью включаете все свое внимание. Потому что в этот момент другими словами Бог говорит, сейчас я начну тебе открывать, как у меня все устроено, как я все установил, как работают духовные процессы, как кипит жизнь в моем Царстве, в которое ты пришел и собираешься пробыть вечно. Слушай внимательно, я сейчас тебе объясню, вот что значат эти слова, посему Царство Небесное подобно. Это должно, знаете, сразу у нас срабатывать. Сейчас будет говориться что-то очень важное, что мне обязательно надо понять. И то, что мы пытаемся сейчас с вами делать. отпустил и долг простил. Так с нами поступил Бог. Почему раб у господина? Потому что если ты веришь, что ты не от обезьяны все-таки произошел, или ты не последствия какого-то глобального мега-взрыва, сложившейся из осколков вселенной, в человека, то Бог это тот, кто сотворил тебя, ты его творение. Если ты что-то творение, ты уже априори становишься его слугой. У тебя есть кто-то, кто главнее тебя, и кому ты обязан прислушиваться. Поэтому здесь говорится, что его царство устроено так, что был раб. И это мы с вами. И однажды, приходя, мы ничего вообще не делаем. Ты можешь сказать, ну, я, не такой грешник. Ну, ты можешь, конечно, так сказать. Я не очень так могу сказать, когда пришел к Богу. Я очень осознавал, что грех и проклятие полностью разрушили и разбили меня уже к 20 годам от роду. Вот мы сегодня молились, цветаночки, три года, ну, а мне еще плюс там 17 к этим трем. И я уже был полностью разбит грехом и проклятием. Не так, что я там прям, знаете, грешил страшно, многие сделали намного страшнее, даже мне даже такое и на ум не приходило. Но зато проклятие такое, как будто бы я не знаю там, что я натворил такого, что такие проклятия. Ну, в 7 лет, например, когда я, вот как Любочка, кстати, она, мы молились сегодня за операцию, она занимается спортом, гимнастикой. Это мой, один из самых любимых, вот гимнастика и горные лыжи, это для меня все. Просто это такой спорт, который дает такое сильное развитие каждой клетки тела. И он все-таки не бокс, не карате, где травмирует очень сильно и голову, и тело. И она выступала, вот я смотрел там отрывки, такая вообще молодец, что и вот а что я за нее начал говорить-то за Любочку? Такую далекую мысль взял, что аж забыл. ты занимался спортом. А, о, Марина, спасибо. Ты как мать спортсмена помогла спортсмену. Я занимался, мне было семь лет, я занимался гимнастикой, учился в первой школе города Симферополя, это самая крутая школа там с английско-математическим, там, короче, ну, такая. И мне, главное, все это нравилось. У меня не было даже свободного времени где-то лазить, гулять, как мои ровесники. У меня была учеба, спорт, учеба, и вдруг я ничего не сделал, еще семь лет, что я люблю родителей, живу, учусь, мне нравится это. И вдруг мне становится плохо, меня везут в больницу, и я вижу, как стою недалеко и слышу, как врач разговаривает с моими родителями. И он говорит, что вам надо подписать какую-то бумагу о том, что вы согласны и при случае, если что-то происходит во время операции, что вы берете ответственность на себя, я не понимаю, что происходит. Оказывается, в моем организме находилась бомба замедленного действия. Что это было? Это то, что почка моя остановилась и наполнилась гноем уже до отказа. И она могла в любой момент или на операционном столе, если это лопается и разливается внутри моего организма, это смерть. сепсис и человек уходит, заражение. И вот эту бумагу родители должны были подписать, это я потом уже узнал. Как вы понимаете, я выжил на операционном столе, слава богу. но после этого долгие там, не знаю, год, два восстановления, реабилитации, пансионатов каких-то, естественно, учеба съезжает, потому что там, где занимаются здоровьем, мы там учились как-то, ну там пару часов в день и ни о чем. Естественно, спорт для меня закрылась дорога во все, что мне нравилось. И я в этом не был виноват. Я ничего еще к 7 годам я никого не убил. Я был любимым сыночком у мамы, я ничего честно вам говорю, вот положил руку на сердце, я еще ничего не успел натворить. Но максимум один раз было, взял у папы зажигалку, у него коллекция была на Новый год, там предновогодняя или посленовогодняя что-то, и сидел в зале, пытался ее заправить. Баллончик у него нашел газовый, и знаете, как старые зажигалки там вставляешь, я там что-то давил, давил, и этот газ короче выходил, выходил куда-то мимо, и потом я чиркнул. И я пришел в себя, когда горит елка, уже так нормально прихватилась, потому что внизу стоял Дед Мороз в вате. Вата, вы знаете, она как бензин, а сверху елочка, но она уже постояла, видать, так подсохла чуток. Я забегаю зеленый маме на кухню. Короче, хата не сгорела, но может это самый большой мой грех к семи годам был. И вот такое происходит со мной, и вы знаете, что анализируя потом, когда Бог нашел меня, когда Бог спас меня, приблизил, и я стал разбираться, и мне объяснили духовные люди, хорошие наставники, и я слушал и изучал, я понял, что со мной происходило, что было не так. Есть проклятие, которое мы унаследуем от предков, по роду, и в Библии об этом написано, даже до какого рода это может происходить. Мы сейчас не будем углубляться в эту тему, может, когда-то я затрону, но там даже исчисляется сколько родов, там под сотни родов, мы-то знаем, только максимум ты там про бабушку, но если кто там супер поковырялся, может, и про про кого-то знает. Но есть, конечно, спецлюди, там они дальше куда-то уходят, естественно, находят графьев в своем роду, как правило, но обычно в среднем человек знает там про-про все. Мы не знаем кто что творил, как грешил, за что, и это все, и мы можем жить и думать, да что ж такое, почему у меня вот это не сходит, почему я стараюсь, а некоторым смотрим, слушай, гля, как дается ему, как будто вот сыпется на него, и мы не знаем у кого в роду кто Богу молился, а кто может убивал, проклинал, колдовал и был безбожником, и это все может отражаться сегодня в нашей жизни, и вот мы приходим к Богу, мы совершенно ничего ему не делаем, мы просто как тот раб говорим прости, совершенно как говорил брат Ли, бесплатно, без каких-то просто склоняемся, говорим прости, потерпи, помилуй, и что делает Бог с нами? Прощает, говорит, заходи, ты свободен, снимается с тебя все проклятия, которые тебе полагались по роду, все, что ты натворил, я уже не говорю там, понятно, что каждый из нас еще жил где-то что-то мог натворить, чуть больше, чем елку подпалить, аборты, это все, вы знаете, это все работает, отношения там к родителям своим, это все накапливается, и вот мы стоим и говорим прости, и он говорит, все, полностью, так как мой сын пострадал за тебя на кресте была принесена жертва, полностью тебе прощается. Итак, мы узнаем, как устроено в Божьем Царстве все. Я думаю, что в основном находящиеся в этом зале, у них уже произошел этот разговор, правильно, где мы просили у Бога прости и обрели это прощение, и с нас была снята вся задолженность, возможно, у него тоже задолженность была еще от предков, доставшаяся ему, потому что 300 тонн серебра, я не знаю, как умудриться, как мы сказали, что уже преуспевающий бизнесмен, имеющий 8 талантов, это уже человек, обладающий рабами, а когда у тебя 10 тысяч талантов, это какой-то египетский миллиардер, да, и смотрите, получивший прощение, что дальше происходит, раб же тот, аллилуйя, выходит, выйдя, нашел одного из товарищей своих, товарищи имеется ввиду по своей касте рабов, среди вот этого общения соработников, другое перевод этого слова, товарищей, потому что товарищи это какое-то коммунистическое слово, товарищ, и вот он встречает такого же своего, где они вместе там служили господам со своей касты, который должен был ему сто динариев, сто динариев, в среднем где-то как пишут до трех месяцев каждодневной работы, то есть это не такая большая сумма, на сегодняшний день, вот прикиньте, сколько там зарплата за три месяца средняя, в общем-то, небольшая сумма по отношению к тому, сколько ему было только что прощено, 300 тонн, все и вот схватив его душил говоря отдай мне что должен я бы обратил внимание на слово душил так как мы понимаем, что это дано нам для понимания как устроено все в Божьем Царстве я задался вопросом Божьим ну что это может быть в нашей жизни помимо того, что физически душить можно душить морально, можно душить духовно, ну один из примеров допустим в семье отношения где посредством какого-то морального подавления там к примеру муж душит свою жену не физически за горло но настолько морально подавляя словами отношением проявлением своей неприязни или навязыванием какого-то чувства несовершенства там некрасивая или неуспешная или не можешь даже со сковородкой и кастрюлей справиться то есть всячески можно душить при этом что если ты человек который здесь мы сейчас говорим исключительно о людях которые примирились с Богом и получили прощение при этом что ты тебе было прощено столько что ты даже себе ну это судя по тому как здесь все написано представить себе количество прощенного даже невозможно и мы не знаем кому сколько Бог простил но поверьте на каждом из нас могло быть столько всего от наших предков доставшегося поэтому давайте пойдем дальше тогда товарищ его пал к ногам его умоляя его говорил потерпи на мне теми же словами которые произносил этот раб которому простили и все отдам тебе в данном случае идет вполне не какие-то сказочная игра что а это реальная сумма которую если подождать ее совершенно спокойно можно отдать разбить натошлюмим подожди постепенно я тебе выплачу и это правда реально как в случае в первом где было прощено что-то космическое нереальное вот очень важный момент который я сказал что слово потерпи запомните 30 стих но тот не захотел и пошел и посадил его в темницу пока не отдаст долго в этот момент нам бог говорит я предупреждал тебя послушай сейчас я начну открывать для тебя как устроено все в моем царстве и вот сейчас момент в котором я хочу тебе сказать что получив мое прощение за которое ты не дал ни гроша я снял с тебя по милости и любви отдав за тебя своего сына на голговский крест тебе нужно будет кое-что сделать и написано что но тот не захотел простить не захотел проявить ту же милость которая к нему была проявлена его господином в этот момент мы дальше сейчас будем читать мы должны уразуметь и усвоить что от нас ожидается от прощенных от помилованных ожидается нам ни в коем случае нельзя подумать что первое прощение которое мы получили где бог снял с нас проклятие простил нам все грехи избавил нас нам ни в коем случае нельзя подумать что мы ничего не должны мы должны понимать что от нас будет кое-что ожидаться и дальше выбор будет за тобой тот сделал неправильный выбор он не захотел иногда мы будем вставать перед ситуациями где нам надо будет делать то что не хотелось бы лишь только потому что за нами есть уже то что к нам бог проявил за нами уже стоит прощение за нами уже стоит милость над нами уже с нас сняли невозможно то что невозможно было уплатить он не захотел и посадил его в темницу пока тот не отдаст опять товарищи там много было товарищей везде и каждый товарищ присматривал за своим товарищем товарищи его видев происшедшее очень огорчились и придя рассказали государю своему все бывшее как вы думаете мне кажется что вы точно поймете так как я уже направил русло кто такие эти товарищи в духовном мире ангелы правильно ангелы которые представлены ты не думай что ты один у тебя есть товарищи в духовном мире с тобой ходят ангелы товарищи которые постоянно на связи с кем с небесным отцом и эти товарищи это одна из их функций приглядывать как там бог спрашивает как там мой прощенный как там мой тот которому я явил такую огромную милость наши друзья ответственность чтобы наши товарищи не огорчились я бы назвал эту проповедь не огорчай своих товарищей потому что вы хотите дальше продолжить у них такая работа если они не сделают так то они перейдут в отряд других товарищей которых треть однажды отказалась от своих функциональных обязанностей и придя рассказали государю своему все бывшее хорошо нам да мы как будто бы в духовный мир зашли посмотреть как у бога все устроено тогда государь его призывает его и говорит злой раб весь долг тот я простил тебе потому что ты упросил меня не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего как и я помиловал тебя не надлежало ли и тебе оказывается друзья для того чтобы устроить свою будущую судьбу нельзя отсылаться лишь только на то что меня простил мой господин нельзя нельзя поступать так как не нравится богу бог ожидает что ты будешь поступать так же как он поступил с тобой я скажу еще раз бог ожидает что ты будешь поступать так же как он поступает с тобой если человек как написано в 30 стихе не захотел это был его умышленный выбор когда помил мы говорим исключительно о помилованных то есть людей рожденных свыше людей которых которых бог приблизил к себе то есть ты уже обрел эту милость избран из миллионов миллиардов людей тебе открыта его милость ты прощен помилован все у бога снято с тебя ты можешь строить когда я пришел к богу я физически все думаю как каждый из вас вы понимаете о чем я говорю я физически пережил как это что тебе простили это не было так что я помолился богу бог прости меня и пошел жить и в общем-то моя жизнь как бы продолжалась так же нет это физически буквально в считанные дни я начал понимать то что раньше для меня было совершенно невозможным как будто просто вот с меня сняли эти тонны проклятий которые давили на мою жизнь у меня стало все получаться в мою жизнь стали приходить люди благословенные с которыми я уже четверть века дружу люди любящие господа в мою жизнь стали открываться двери для необходимых финансов которые мне необходимы для жизни я не скажу что я стал каким-то мега богатым но мне открылись двери и доступ к необходимым финансам для того что я решил в своей жизни делать что-то для бога и бог стал обеспечивать необходимым сегодня кстати на молитве я его просил господь по-моему необходимость перейти на следующий уровень финансовый мы нуждаемся чтобы у нас заработали автобус для подвозок мы нуждаемся сегодня хоть у нас есть колонки но мы решаем сможем ли мы их таскать все время и у нас как бы двойственные мысли потому что там колонки уже и они больше раза в три и у нас пульт есть больше раза в три и это надо еще усилитель и короче это сразу я понимаю что нам бы тогда нужен какой-то зал где бы мы стационарно это все поставили чтобы каждый раз не таскать я говорю сегодня молился такой прям разговор кстати было мощное присутствие когда мы поклонялись я молился искал Боже вот прям дерзновение набрался эта молитва происходит раз в десятилетие но я не говорю с Богом на эти темы в основном и вот сегодня эта молитва произошла я сказал Бог открой следующий уровень мы нуждаемся чтобы не не думать не тратить время на то чтобы искать я не хочу идти к людям я не хочу просить зависеть Бог открой пожалуйста следующий уровень финансовый доступа вы понимаете все находится в руках нашего царя все недра земли все богатства мира они находятся это в его руках он царь вопрос только в том где он позволит тебе знаете как есть карточки ну как ключ с разными доступами у каждого на свой там этаж на свой уровень есть ключ электронный с высоким доступом есть чуть пониже где секретные есть какие-то туда доступ не всем и вопрос в том насколько Бог увидит необходимость в нашей жизни чтобы открыть тебе доступ к своим сокровищам к своим складам своим хранилищам куда он откроет тебе доступ я говорил Бог я не хочу просто выкручивать и зависеть от кого-то от людей потому что если ты кого-то просишь и люди тебе дают они возможно будут ожидать и хотелось бы выполнять твои задачи выполнять то для чего ты нас насадил здесь в Израиле и мне нужна независимость чтобы двигаться и действовать так как ты скажешь поэтому мне нужен доступ нового уровня и так была моя молитва я просто делюсь с вами как если что разговаривать не просто Боже там открой доступ это все у него находится у него все есть просто тебе нужно получить если он проверит сделает мониторинг твоей жизни и поймет что тебе необходим этот доступ что ты раб который будешь приносить доход в его царство он выдаст новый допуск так не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего и разгневавшись государь его отдал его истязателям подождите 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 кто это государь в этом рассказе бог ветхозаветний это наш отец знакомьтесь друзья если кто-то представлял отца как кого деда мороза мы сейчас завалим этого идола дед мороз у нас будет получать еще долго нельзя представлять бога как бы нам хотелось мы должны знать как юрист знающие законы мы должны быть духовными юристами знающими как в его царстве как мы читали с самого начала что он сейчас нам покажет как устроено в его царстве и суть в этом рассказе который нам передается чтобы мы познакомились с нашим богом с нашим отцом ближе итак разгневавшись разгневался по отношению к кому к помилованному кто такой помилованный ты можешь поднять руку что ты помилованный по отношению к помилованному разгневался почему потому что тот не захотел поступать так же как господин поступил по отношению к нему разгневался и отдал его истязателям друзья хотим мы или не хотим понимать что это наш отец мудрый да уразумеет имеющий уши да услышит что отец на тех кого он помиловал может разгневаться отец которых который помиловал может отдать истязателям вы знакомы с таким богом это очень серьезно друзья так устроено его царство почему я сказал терпение долготерпение которое тот не захотел проявить помиловав потерпеть на человеке определило дальнейшую судьбу помилованного спасенного человека нельзя говорить что я буду говорить свою жизнь я буду верить что бог такой вот он такой как я себе хочу нам надо как духовные юристы знать как у него устроено как работает его царство истязатели это обыкновенные вещи которые могут истязать тебя в сфере финансов человек пытается но постоянно должен постоянно бьет постоянно нервы постоянно на надрыве бывает такое что мы где-то заедем я говорю сейчас о вещах хронических истязатели могут быть на уровне здоровья истязатели могут быть на уровне мышления человек пытается видеть что вокруг происходит пытается помыслить и сделать что-то такое хочет чтобы принесло ему успех открыло какие-то возможности но не может истязатели принимают какие-то дурацкие решения которые вводят еще большие проблемы приносят еще больше горя и беды истязатели могут быть над семьей где муж с женой просто в доме не находят шалома постоянно какие-то битвы я не говорю а там где-то чуть-чуть где-то на кого-то укусили пару раз там из-за угла я говорю о постоянных вещах которые мучают и истязают брак семью детей истязатели могут быть в любой из сфер но как мы знаем есть духовные боевики которые говорят так сейчас я пройду тренинг духовной подготовки найду в интернете как с этим бисюганом справиться и изучают духовные практики как надо молиться с 4 утра над газовой плитой да такой кадр говорит я стоял молился над газовой плитой если вот засыпал чтобы не засыпать там на газ там кто-то над ванной там типа если что то в ванну там засыпает бульк кто-то думает что ему надо какие-то баснословные деньги пожертвовать чтобы вот сейчас за меня какой-то супер сверх мощный помолился и снял с меня не хорошо от этого будет только тому сверх мощному в твоей жизни ровным счетом особо ничего не произойдет потому что это зависит от того как ты с ним решаешь ты не можешь это решить просто в плоскости человеческой если ты с ним не решил и что делает этот духовный боевик он говорит так провозглашаю притягиваю надеваю на свою жизнь все будет хорошо все будет четко дьявол изгоняю там еще покричал на него хорошенько помахал там что-то на языках там забубехал и мы научились решать только если бы это решало только если бы это помогало то аллилуйя а то ведь не помогает не решает потому что только в его власти снять с тебя открыть тебе двери если он откроет никто не закроет но если он закрыл никто не откроет и он говорит нам другими словами послушай мой прощенный я не хочу посылать на тебя истязателей я не хочу гневаться на тебя я не хочу отправлять тебя в темницу кто отправил в темницу Бог Бог не дьявол друзья не бесы это ты сам решил я не хочу терпеть я не буду поступать так же как Бог поступил со мной потому что я не хочу и мы можем упереться мы можем встать и навлечь на себя мучителей навлечь на себя темницу и потерять поймите потерять то что мы только что обрели прощение свободу он отпустил тебя лети ты свободен как орел пари в небесах ты не должен больше ни одного шекеля ты не должен больше ничего мне я полностью прощаю тебя полностью милую тебя иди отпразднуй со своей семьей 35 стих так и отец мой небесный поступит с вами если не простите каждый из вас от сердца своего брату своему согрешение его от сердца когда в нас будет терпение прощение это не обязательно что он прям тебя там что-то сделал обидел вы помните в завершение скажу помните где сказано что ты ищешь щепку в глазе твоего брата мы иногда так мы такие святые мы такие такие вот прямо мы выискиваем прямо и мы внутренне можем если не не в глаза говорить то где-то за глаза а вот там у него смотри святоша такой вернее грешник такой смотри у него то и мы внутренне не имеем милости мы в этот момент судим и смотрим на ближнего на такого же раба который вместе с тобой на этих галерах только ты только что получил прощение милость тебе сказали иди лети как птица стань таким же как с тобой поступили по отношению к другим и мы так помилованы нам столько любви явлено от Бога а что делаем иногда мы 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 воюем там с какими-то бесами мы там что-то какие-то духовные манипуляции а нам надо всего лишь в сердце быть похожим на нашего спасителя в сердце быть наполненными такой же милостью состраданием когда кто-то не не нравится кто-то смущает кто-то тебе кажется что и ты его внутренне душишь внутри своими мыслями прогоняя в голове ты душишь своего товарища я вам скажу побойтесь Бога не не позволяйте поставьте внутри себя закон что наш отец такой он поставил к тебе ангелов которые присматривают за всеми твоими мыслями которые приглядывают перестань быть человеком который оценивает дает оценки распределяет людей по полочкам это такое это к этому перестань быть наполнись милостью которую ты обрел и ты увидишь как будет складываться твоя судьба никаких мучителей Бог говорит не приближаться ни одному мучителю ни в одну сферу не трогать это мой раб он поступает так же как я поступил с ним что там товарищи ангелы доложите да господин он делает в точности как ты с ним поступил хорошо охраняйте его дальше никаким мучителям никакой темницы сохраняйте его дальше раз он является последователем моих мыслей моих поручений раз он делает так же как сделал я я буду больше еще и мало того что я простил ему но это в следующей может быть проповеди я еще наполню помните одно слово скажу что имеющему еще дастся а не имеющего отнимется и то что имеет что надо иметь надо иметь то же сердце ту же любовь ту же милость которую имеет наш господь и тогда помимо спасения которое ты получил прощения которое как мы видим можно и потерять и попасть в темницу и к мучителям истязателям как мы видим может быть и так вместо этого он говорит если я увижу что ты полон сердца милости к людям сострадателен готов подставить плечо или протянуть руку помощи в молитве ты никого не судишь ты не являешься каким-то верховным судьей который вычисляет у кого что как ты просто несешь Божью милость к людям он говорит дайте ему еще я не только теперь прощаю его долг я хочу отсыпать ему еще благословений дать наполнить меру натрясенную нагнетенную переполненную вот как как делает наш отец аминь благословит господь